Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Геннадий Тихонович, вот читая Новый Завет, я обратил внимание на такие строки, когда обратившиеся к христианству и язычники спрашивали, как нам жить, и не только они, и иудеи в том числе, спрашивали апостола, в том числе апостола Петра. И он ответил, покайтесь и уверуйте в Господь Иисуса Христа. Дальше пошел такой процесс. Приходили в Новую Церковь, в Церковь Христову люди, которые были из язычников. И вот иудеи, ну первые христиане это были иудеи, навязывали, не навязывали, предлагали этим язычникам, которые стали христианами, как и они, соблюдать те же самые правила, нормы поведения, которые были законами Иисею. Но этот закон тоже там Богом. И вот когда, ну в том числе и принимать обрезание. И вот по этому поводу, по этому поводу, было совещание у апостолов. И они решили, что новобращенных христианам, язычникам, не надо выполнять все те требования, которые были у иудейского народа. Главное, чтобы они веровали в Бога Иисуса Христа. Второе. Не ели, не вкушали крови, и не ели, и до зложертвенного. Это были первые, такие начальные правила, которые должны соблюдать те люди, которые обратились в христианство. Дальше Борща. Дальше наши святые отцы. У нас церковь развивается. Не зря сказано, что царствие Божие, так как и семя кратчичное, которое проросло и выросло в большое дерево, в котором открываются ветви. И вот появились правила поведения, уже не иудейские, а христианские, принятые в христианских соборах, их было всем, как известно. В том числе было принято свыше 700, где-то 23 правил, которые обязаны соблюдать как миряне, христиане, так и священнослужители. Вот как вы можете оценить, показать, вот эту динамику развития. Значит, первые три говорили, были христианам, очень простые. Не есть стены волшебных, верить в Господь в Исусу Христу, не вкушать крови, не вкушать удавленный. А потом эти правила стали расширяться. Ну, достигли какого-то предела определенного. Вселенский собор уже после 7-го не собирались, и на этом правила остались. И вот каким образом нашему христианину вести себя? А с одной стороны, в Евангелии написано одно, короткое. Не ешь крови, удавленный, веру в Господь в Иисуса Христа, и не принимай идола жертвенного. А с другой стороны, появилась масса других правил, о которых Иисус, наверное, даже и не знают. Им просто не рассказывают, если они сами не почитают. Вот каким образом можно оценить во свете Библии, во свете Жития Святых Отцов, в том числе и в наших учителях, в Иисусе Великого, в Риме Богослове, в Златоустово, такую динамику, требования к христианину от трех элементарных правил, которые мы читали в Деяниях Апостолов, до 723, они и канонические правила, и драматические. Если правил расширяющих не было, это не означает, что их не было, они не были зафиксированы. День Победы 9 мая отмечали с первого года, 45-го, а государственным праздником сделали его совсем недавно. Мне это не говорили, что его не было, Победа была, и так и здесь. Христиане поотмечали воскресный день с первого века, первый день недели, собираясь, неоднократно говорю, первый день недели. А Константин его утвердил и говорит, это он ввел, субботу нарушил. Он его утвердил государственным эдиктом, это же большая разница. Вот пример. Ко мне приходит знакомый пятидесятник и говорит, вот мы не знаем, что сделать, пришли к вам. У нас хороший проповедник, но обнаружено было нарушение седьмой заповеди, блуд. Блудец осозналась, и мы его запретили на кафедру заходить проповедовать. А он рвется, охота им проповедовать. И сколько? Да уже неделя прошла. Он говорит, ну сколько можно неделю проповедовать? Две? Сколько? Я говорю, а что говорит Библия? Библия ничего не говорит. Ага, значит, это уже правила дополнительные. И правила всеобщие, что принято было не мною, а всей церковью. Вот поэтому Вселенская Церковь, дальше развиваясь, все новое правило писала. Новое правило. Если раньше говорили ему печь на лепешках, на корове, то потом появился каменный уголь, потом нефть, это не знали. Теперь знаем атомные реакторы, их никто не знал, и поэтому о них и не упоминались. Говорили возвысь голос на вершине горы. Сейчас не надо, можно из-под поля и разговаривать. Шепотом говорить и в Америке услышать. Надо же понимать это все. Идет разбитие. Я говорю, он у вас считался священнослужителем, да, но никто, самозванец такой же, как вы. Но, если священник нарушен, он лишается сана. Лишается навсегда этого правила. Где-то он может проповедовать, а в церкви он не может. Он не может учить, потому что эту благодать он отверг сам. Вот, допустим, священник на машине задний ход дал, и не посмотрел. А там ребятишки играли, под машину залезли, и он задавил ребенка. С него сам снимается. Он может ходить в алтарь, может. Но ничего священнического, преподавать благословения другому он не может. Но это правило определенное, показано, какой он, Кирский собор, там, Гангский, я эти выписал. Я говорю, он теряет на все. Ну, как навсегда. Вот такой брат знаменитый. А зачем меня спрашивали? Про Прокофьева вашего, это у них руководитель был. Библия, не называете его таким именем, но уже сказано. Ну, нет, мы его так не можем. Ну, все, правильно, нет. То есть вы еретики, вам разницы нет. А сколько вы решили? Ну, хотя бы месяц. Месяц и навсегда, это большая разница. Дальше. Проходит два месяца, приходит и говорит, он опять впал. И что теперь? Так не знаю. Ну, раз вы теперь, говорится, свиню-то запустили, как женщина безрассудная, когда кольцо там на сумме, так и это. Он безрассудный, он не ценит это. У меня епископ наш угрожал запретить, там, отлучить от причастия. Я согласился и сказал, буду стоять в коридоре, но от университета, но я у меня отучить не можешь, его это не касается. А потом пришел, он сам пришел в университете и сидит за партой. Пришло время, он сидит, это снимки у меня остались. Я не обращаю никакого внимания, но я сказал, я буду стоять в коридоре, я сразу подчинюсь. А сколько будет? Ну, как он решит? За что? За потерян на русском языке, который писан в православе. Не за грех, не за седьмую заповедь. Ну и о том, что дальше я говорил, о войне воевать не надо, убивать не надо. А да, я говорю, любите врагов ваших, не друг друга, а врагов ваших. Ну и вот здесь, при всех таких вот рассуждениях, мы уходим опять же на тот самый полигон. Кого слушать? Где какие правила применимые? И посмотреть, насколько они были правильные, разумные. Вот они выдвинули так, что, допустим, человека взяли, его пытали, мучили. Пальцы у него остались, его на железо раскаленное пальцы клали, и они так и остались у него. И когда первый был собор, то князь Константин целовал эти руки согнутые. Были такие люди, которые отбывали стволы кипящей, готовились к казни, но только дикт все это прекратил. И вот теперь надо смотреть, какие были там люди, какие им льготы. А льготы, оказывается, такие, их называют не мучники, мучник, это умерший там, а исповедники. Вот я сидел, я исповедник. И поэтому мне дается право. Право, думаешь, какое право? Когда вот такие бывают люди, не выдержат пыток, и там что-то отрекутся, ну, их там отключают на 15 лет, на 20 лет, они теперь пришли, просятся, их принимают с условием, что они 15 лет будут стоять на улице там. За этих людей может ходатайство только исповедник. Право, это единственное право, льгота, но и правильно, я испытал. Ты чего хороходишься, ты тебя с первого дня по стенке размажут. Я ей говорю, да, они не выдержали. И напрашивал другой человек, чем меня. Меня так не били, я не знаю, что бы со мной было. Со мной культурно обращалась к КГБ. Просто культурно. Вот. Меня пришли освобождать, я написал заявление, отказываясь от освобождения. Я не играю в этом. А у меня говорит подполковник, вот ваше поприще, а не эти преступники какие-то. Вы там свое, влатоуста, мешками можете распространять. Я дал обещание, что не буду больше распространять архипелаголог. Но он мне и не нужен. Но он мне помог. Зашел в тюрьму, переступил порог и скажу, я пришел умереть, и сдохла собака. Все. Страха в мыши нет. Что бы ни делали, это ниже того, что я себе назначил. Я это им говорю. И вот смотрите. Каноны говорят, что если кто ради благочестия оставляет отца и мать и идет в монастырь, добудет подклятвую. А таких-то сколько было. И церковь начала принимать законы новые. Этого не было. Монастырей не было. Уходить не было. Оставлять не оставляли. Потому что человеческие качества были попрыганы. Кто любит отца и мать больше меня, применили сюда. А я Бога люблю. Отец и мать могут быть недокормленные. Карва к тебе, а не карва и хлеба. Правило. Другой только женился, как Алексей Божий. Человек в окошко и пошел скитаться. Кто оставляет жену ради благочестия, да будет подклятвая. То есть проклят. Вернули. Кто оставляет детей ради благочестия, да будет подклятвая. И кто одевается в женщину, в мужскую одежду там. А таких сколько было в мастыре? Феодор, Феодором стало. Там Евгения. Таких много было. Не один, только сохранилось много. И где-то одну обвиняли при любодеянии, в мужском-то. Ну а когда судить-то стал отец ее, она ему открылась. Отец, я ждусь, что я Евгения. О, нахуй. А в нее влюбилась там одна богатая. Да и говорит, она меня понуждала к сожительству. Получился грех. Ну как он мог быть грехом, когда она женщина? Но она-то думала, что это мужчина. Так чтобы она не одевалась. Наталья, Адриан, там это все написано. Вот правила, они были выдвинуты собой жизнью. Я говорю, некоторые правила, их не было. А теперь они появились. Или, допустим, монашество. Вот человек оставил воинское звание, пошел в монастырь. Был губернатором, пошел в монастырь. Так вот, о них говорится, что назад возврата нет. А они, если пойдут, анафема ему. Сергий Радонежский, Пересвет и Отслябин не мог посылать. Ему анафема. Ему и им обоим. Я когда правила, я тебе поднял их, книга правила, никто не отменял. На меня напустили, да он спятой. А что, спятому льгот отдается нарушать? Нет. Давид нарушил, куда же слетее Давида-то? И Бог ему предложил три казни, но не сказал, что четвертая ничего не будет. Нет. Будет. 70 тысяч человек я от тебя отниму. Не 7 лет бегать, не 3 месяца, а 3 дня поскорее кончится. Так, поэтому, к тому, что не ешьте удавление, но прибавлялось и другое. Потому что стало появляться, допустим, вот сейчас растительное масло. Я был в стеноде, мне подают. Нет, я не буду. Кто его знает, что там добавило. Что-то, может быть, чтобы оно было нормально, туда добавляют китовый жир, как маргарин. Ну, я объяснил им. Ну, вот так. Поэтому оно вызвано такими требованиями времени. Итак, допустим, человек, если будет на Луне, то можно ли там оставить Библию? Да как? Когда там никто не был, Хатай Ефрем Сирин предсказывал, говорят, что в конце мировой истории человек вступит на Луну. Никто же не понимал тогда, что Земля будет плоская, может за край заглядывать. Это глупости, неимоверные глупости. И вот здесь теперь стали советоваться. А что делать? Пускай оставят ее, но чтобы она не пропала, в тартанном переплете оставят. Первая книга на Луне, это Библия. Осталась. И такие правила, выдвинутые временем. Вот временем где-то. Меня кто-то ищет в церкви. И сейчас на церкви появилось, выключайте мобильные телефоны. Ну, если бы 50 лет назад их ни одного не было, Мартин Купер не изобрел. Он первый по телефону с моста Бруклина позвонил, беспроводная. Ну, а дальше ты сейчас можешь там и картину смотреть, и интернет зайти, и гугл, что угодно. Не было этого. А во время поста можно и телевизор смотреть. Ну, что смотреть? Надо же обсудить-то. Не телевизор же виноват, а то, что сейчас тебя кормят. То есть такие вопросы, которые и не могли возникнуть. Это другой уровень. Это другая эпоха. Поэтому говорить, что у вас правило на правило, это только тогда осуждается, когда они, вопреки Слову Божию, или подминают его под себя. Многое написано о Богородице. Из апокрифов все взято. Говорят, это предание. Предания этого не было. Откуда это взяли? Я говорю, откуда, где? Что она, четырехлетие, вели ее в святые святые святы. Зачем? Там окон нету. Туда только с первосвящения? Только. Один раз в году. И с пустыми руками держат. А она с куклой туда бегала. То есть святость как бы ей предать. Ну, обман. Антоний Блюм об этом говорит митрополит Сурожский. Вот такие, брат, дела. Необходимы. Я с канонами занимался не один год. И новые скрижали там, и везде просили. Я комментировал. Ну, и скажу, что нужно. Нужно, но надо все время держать в уме. Слово Божие превыше. А есть такие, которые не совпадают? Есть. Есть никак. По-другому не назовешь. А как тогда стрижить? Ну, Слово Божие. А остальное уже как удастся. Если это правило никуда не несет. Там, если имеет право развестись при измене мужа. Но Василий Великий говорит, и тогда совета не даем. Попытайтесь сохранить семью. Пройдет, прогорит, он покается. Ну, и в самом деле я встречал не один раз. Когда люди избрали этот совет, и семью сохранили. Вот такое дело. И я был тоже очевидцем такого поведения женщины, которая лечила мужа в своем измене. Ну, пошла в эту семью, к этой женщине непутной. Ну, наказала ее. А мужа с собой забрала дети. У нее трое детей. Дево, это просто был, как бы, пример для того, чтобы приводить людям его кашельские назидания. Так что она сделала-то? Она мужа свою забрала от нее, это беспутная женщина, и привела обратно в семью. Ага. Вот. Ну, муж и брат тоже с характером. Она просила, это ее право. Да. Ее право. Все, мужа, нет сегодня еще? Да есть еще у нее такие вопросы такие. Ну, ладно, потом, посовершенность. Ну, ладно, потом, посовершенность.